Всем привет, с вами Сбан. Сейчас я вам покажу мистического торговца с обновления, который появился новый. Смотрите, появляется он получается в 8.00 по МСК утром и в 20.00 по МСК вечером. Это точное время и появляется он раз в 12 часов. Спавнится он, короче, в рандомном месте. Давайте сейчас мы с вами, в принципе, его поищем. Где-то он должен быть у нас на спавне. Так, давайте сюда тпхнемся. Вот он появился, короче, вот в этой локации. Называется КАП. Давайте посмотрим, что у нас тут по ценам. Ну, слушайте, дешево. Довольно дешево. Радужный. Я помню, питомец вот такой раньше продавался за 200 миллионов. Сейчас он стоит 14 миллионов. В принципе, можно одну штучку купить. Давайте купим. Да, все отлично, он появился. Ну, слушайте, цены. Реально где-то в 80%, как разработчик писал, он сделал скид. Вот, неплохо. Я бы сказал, даже круто. Так, давайте так же тпхнемся в луинскую локацию. И прокачаем что-то у меня не прокачено. Сейчас я накопил 5 миллиардов. Так, заходим. Осталось прокачать только последний этап гемов. Давайте это сделаем. И за 1 миллиард прокачать мифический шанс. Так, все отлично. У меня все на 100% выполнено. Это круто. Также сейчас, я думаю, скоро буду открывать вот это яйцо. Буду надеяться, естественно, на секретного питомца. И давайте посмотрим, сколько штук его уже выбили. Кто не знал, чтобы посмотреть, для этого нужно зайти в настройки, найти PetDataBase. А если у вас здесь выключены или стоят редкие питомцы, то сделайте на всех питомцах. Все мы сделали. Так, давайте сейчас сундук сперю. Все отлично. Заходим сюда. Листаем вниз. Он где-то находится почти в самом низу. Так, все, вот он нашел. Ага, его получается выбили всего лишь 9 человек во всем мире. Ну, в принципе, довольно мало. Кстати, обновление уже вышло где-то 19 часов назад. Выбили только 9 штук. Ну, смотрите, если он падает вам, его продать можно будет где-то плюс-минус за 1 миллиард гемов. В принципе, довольно неплохо. И он, кстати, ценится так же, как питомец, который стоил, по-моему, 70 долларов. Вот, вот этот, FookCat. И по статистикам он такой же. То есть, что за донат, что бесплатно, у них статистики будут одинаковые. Также, в принципе, давайте сейчас я дождусь, когда появится другой торговец. И посмотрим, какие у него цены. Все, наконец-то нашел обычного торговца. Давайте бежим к нему. Смотрим, что у него по ценам. Как писал разработчик, у него должны быть скидки в 50%. У мистического торговца 80%. На 30% разница. Ну, слушайте, в принципе, да, ощущается разница. Я легендарного вот этого волка купил за 14 миллионов гемов почти. 13,8 вроде бы он стоил. Сейчас он стоит 68,8. То есть, где-то в 4,5 раза дороже. Так что, естественно, выгоднее закупаться вот этого мистического торговца, который появляется раз в 12 часов. И можно прям по полной, по максимуму у него закупать петов, чтобы сделать себе из дарк материи. Вот этого вот мифического питомца. В принципе, выгоднее. Также, давайте я покажу статистики. То есть, какие чары на него выпали. Вроде бы я как-то не показывал. Посмотрите, что мне выпало. Роялити. Насколько я знаю, вроде бы как, роялити больше всего ценится. И он более самый популярный из чаров. А на мифическом питомце это очень ценится. Потому что, как вы знаете, на него нельзя сделать чары. То есть, его заенчантить. А чары, получается, чисто рандомно. Один раз упадают. Больше вы их изменить не сможете. Так что, это очень выгодно. Может быть, он тоже выпадет с роялити. Можете ждать его, покупать. Еще раз напомню то, что он появляется в 8 утра по МСК. И в 8 вечера по МСК. Ну, в принципе, у меня на этом все. Вот такой сегодня видеоролик получился. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok